Приятного временипрепровождения! С вами, как всегда, Козел Альпийский. Это рассказ о втором лесном доме. На самом деле, второй лесной дом это был первый, а первый это второй. И второй лесной дом, который первый, это не совсем лесной дом, а юрта. Я, может быть, скользь уже упоминал об этой юрте, но расскажу о ней подробно, потому что это реально было циклопическое строение. Наверное, метров шесть оно было в диаметре. Ради него мистер Шакал выкопал огромную яму. Ну, тоже, наверное, шесть метров в диаметре, полметра глубиной. Это реально были сумасшедшие работы земляные. И мистер Шакал, он ходил все лето, копал эту яму по несколько часов в день. Реально даже завалил огромную елку. Ну, не знаю, метров десять, наверное, эта елка была высотой. Гигантская, толстенная, подкопал ее корни. И когда ее ветер свалил, мистер Шакал радовался, что теперь он может на этом месте построить юрту. Юрту он таки построил, реально. То есть он обвязал несколько деревьев в виде купола. Юрту он строил, естественно, не человеческую, не как делают монголы, допустим, кочевники. А юрту что-то типа оркской юрты из Пятых Героев. Вот такой, короче, деревянный каркас, обтянутый коврами и какой-то там пленкой. Вот типа этого он и построил. Но! Построил он очень качественно, все перевязал. По крыше этой юрты можно было ходить, я лично ходил по крыше этой юрты. Потом мистер Шакал припер туда, опять же, диван приперся со свалки и печь. Я не знаю, откуда он ее взял, как он ее допер, потому что эта печь, не знаю, весила, наверное, килограмм двадцать. Не знаю, если не тридцать. Тяжеленная чугунная печь, такая, знаете, из девяностых. И он реально припер туда эту печь, сделал трубу, смонтировал дымоход. Ну, из металлических труб, естественно, но сам факт. Я напомню, тогда мистеру Шакалу тоже где-то лет двадцать было. И вот он реально заморочился все это сделает. И вот тогда я первый раз видел, когда мистер Шакал реально чем-то упарывается и что-то делает. То есть второй раз это было, когда он строил вот этот лесной дом, перестраивал, который мы с мошоночником сделали. Первый раз это вот было строительство этой юрты, когда он реально вогнался и весь год что-то делал, копал, ставил вот эти, связывал стволы, столбы. Эта юрта пережила несколько лет, а ее не разваливал снег. Самое интересное, что мы топили в ней печь, и в сентябре там было тоже тепло. И даже вроде как мы в октябре туда ходили. И если топить печь, там реально через пять минут, вот очень-очень быстро становилось тепло. То есть она хорошо была заизолирована, эта юрта. Ну, представляете себе, да, юрта диаметром шесть метров. Ого-го, какая она реально была высокая очень. Больше трех метров, наверное, там была высота. И там полноценно можно было существовать. Мы там тоже играли в карточные игры, даже пытались что-то из глины какие-то поделки там сушить. Конечно, они трескались, но не суть. Это реально было очень прикольно. Это незабываемый жизненный опыт. За это я благодарен мистеру Шакалу и пану Белочке, потому что он тоже посильно принимал какой-то там вкладки, веревки таскал, еще что-то, ветки какие-то обрубал. То есть вот, и даже сэр Крисоносец, он не любитель леса, но вот он был там один раз точно, и он, когда это увидел, он восхитился, сказал, реально очень прикольно выглядит. Настоящая юрта. То есть вот, что-то было даже приятное в знакомстве с мистером Шакалом, что вот такой вот жизненный уникальный опыт. Я теперь знаю, что если вы безумный Шакал, тронутый, да, такой, тронутый, потому что на улице, где жил мистер Шакал, люди, которые по соседству были с паном Белочкой, они говорили, что мистер Шакал, он тронутый, да. Знаете ли вы мистера Шакала? Конечно, знаем. Это тронутый такой. Он тронутый. В общем, он был тронутый, не знаю, наверное, языческими богами, которых он очень любил, но не мог перечислить ни одного пантеона, даже славянского, который он так любил, но, не знаю, кроме Перуна, ну, которого, наверное, все знают, да, он никого не мог назвать, и говорил, ну, такие бородатые дядьки, ну, ты знаешь, Казалина. В общем, понятно, да, на каком уровне у него были эти познания, но, несмотря на это, вот такую юрту достаточно прикольную. Жалко, у меня фото не сохранилось. Да, очень я жалею. Ну, на тот момент у меня не было, тогда и не было телефонов особо с камерами, а все были, они были очень дорогущие, и я не хотел на них деньги тратить. Вот так вот, жалко, фото не сохранилось, но в памяти я это бережно берегу. Надеюсь, когда я буду стареть, это последнее, что пропадет у меня из памяти такой. Помимо лиц моих родных и лиц моих зверей, это вот память об этой юрте, потому что это реально было что-то такое волшебное, что-то такое классное. Она мне нравилась очень здорово, и вот за это я, честно говоря, ну, возможно, я даже благодарен мистеру Шакалу. А пока на сегодня все. С вами был Козел Альпийский. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались, ставьте лайки, пишите комментарии. Я все это делаю очень люблю, я все комментарии лайкаю, все комментарии читаю, на все отвечаю, конечно же, по возможности. А пока, с вами был Козел Альпийский, и до новых встреч, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok